Всем привет, с вами Сергей, сайт мобилтелефон.ру. Бренд Alcatel OneTouch, вполне успешно освоив рынок бюджетных решений, постепенно перебирается в более высокий сегмент. Помогает ему в этом линейка фаблетов Hero. Первым блином, как известно, выступил 6-дюймовый аппарат, который, отчасти, был переходным устройством от стремительно теряющей актуальности серии Scribe. Что же преподносит нам новый Alcatel OneTouch Hero 2? Давайте разбираться. Рассматривая прошлое поколение Hero рядом с нынешним, можно отметить, что общие черты дизайна смартфона никак не изменились, а вот ощущается модель иначе. Из неплохо выглядящего, но все же относительно бюджетного аппарата он перерос в раздел премиальных стильных решений. За это надо благодарить переход от синей окраски в полностью черную, а также замену материала задней крышки SoftTouch пластика на металл. За счет этого, ну и конечно же небольшой работы напильником, получился отлично выглядящий фаблет. Фронтальная поверхность полностью закрыта защитным стеклом Dragon Trail, обрамленным слегка выпирающей пластиковой рамкой. Hero первого поколения был одним из самых компактных гаджетов с размером экрана 6 дюймов, и преемник продолжает традиции, хотя размеры слегка увеличились. Ширина устройства составляет 81,6 мм, что похвально, а высота достигла отметки в 160,5 мм, в то время как толщина, наоборот, уменьшилась до 7,9 мм. Как и прежде, Hero 2 может похвастаться отличным показателем полезной площади экрана, а за счет отсутствия воздушной прослойки разглянуть границу дисплея и корпуса не так легко. Имеется и неплохое олеофобное покрытие. Кнопки управления, как и раньше, сенсорны. Назад, домой и меню. Сени имеет слабо заметное графическое оформление. Зато световая подсветка очень яркая и четкая. Зоны нажатия достаточно большие, так что ошибок при работе практически не случается. На верхней части экрана есть как узкая длинная полоска разговорного динамика, так и датчики приближения, освещения, фронтальная камера на 5 мегапикселей и светодиодный индикатор. Увы, особых настроек относительно его цвета в системе не предусмотрено. Большую часть задней поверхности занимает металлическая крышка, сверху и снизу имеющая пластиковые окантовки, слегка выступающие над ней. Выделяется логотип бренда, выполненный в виде выступающей гравировки, которую часто будет нащупывать указательный палец. Над корпусом значительно возвышается и глазок камеры на 13 мегапикселей, обрамленный металлическим кантом. Ниже него имеется одинарная LED-вспышка. На нижней мотеке располагается стилу, спрятанный внутри корпуса и крепящийся на магнит. Перо достаточно длинное и удобное, хотя и лишено какой-либо умной начинки. Внимание на себя обращают и контакты для подключения всевозможных кейсов, о которых мы рассказывали в предварительном обзоре. Это не только обычные чехлы книжки, но и отображающие информацию при помощи светодиодных индикаторов крышки. Кстати, в продажу поступит и миниатюрная диджей-станция Magic Flip DJ, позволяющая осуществлять сэмплирование и добавление эффектов при помощи встроенной диджей-программы. Крепеж обладает сильным магнитом, способный не только спокойно держать чехол, но и, к примеру, притягивать ключи, скрепки и прочую мелочевку. А еще таким образом можно подвесить смартфон и металлический стол. Ну, вдруг пригодится. Физические кнопки управления расположены на правом боку. Клавиша блокировки располагается ближе к центру, а качелька регулировки громкости чуть выше. Оба элемента имеют четкий ход и заметно осязаемый профиль. У обозреваемого прототипа они имели заметный люфт, приводящий к характерному звуку при потрясывании аппарата. Но, скорее всего, в коммерческих версиях такой проблемы нет. На правой же грани можно увидеть и слот для установки microSD. Ровно с противоположной стороны расположился лоток для одной microSIM. Оба держателя извлекаются при помощи стандартной скрепки. На верхнем торце есть не только выход 3,5 мм для подключения проводной гарнитуры и микрофон для шумоподавления, но и инфракрасный передатчик для управления домашней техникой. Снизу предусмотрен центральный разъем microUSB и зеркальные перфорации, за одной из которых скрывается основной динамик, а за второй прячется основной микрофон. Так как динамик находится на торце, то он не перекрывается в обычном положении на столе. А вот при удерживании в руках в оризонтальном положении порой происходит закрытие выхода. В таком случае звук сразу глохнет, причем практически до бесшумного состояния. В остальном звучание довольно обычное. Хороший запас громкости, но очень простой аудиотракт. В смартфоне предусмотрен режим Hi-Fi за счет выделенного WhatsApp ESS Technology ES9018 и селительный Maxim Max 9720, серьезно повышающий качество звучания в наушниках. С точки зрения эргономики к аппарату нет никаких претензий, однако то, как он ведет себя в руке, мне не совсем понравилось. Видно этому стал материал задней крышки, который не дает нужного сцепления смартфона с рукой в подвешенном состоянии. То есть при работе двумя руками неудобств не испытываешь, а вот управление одной рукой осуществляется менее уверенно, чем у конкурентов. Впрочем, это все субъективно, да и приобретающийся седьмой его плаштофон вы должны отдавать себе отчет в том, что большую часть времени будут задействованы обе руки. Собран Alcatel OneTouch Hero 2 отлично, если не читать моменты с клавишами. Напомню, что у нас предсерийный образец, собранный на коленке. Никаких скрипов при скручивании корпуса не наблюдается, монолитность аппарата сохраняется. Выбранные материалы показали себя довольно живучими в условиях повседневного использования. За время теста не появилось ни одной царапины на корпусе. Экран Alcatel OneTouch Hero 2 отличный. Разрешение Full HD на 6 дюймах обладает плотностью точек в 367 ppi, чего хватает для большинства пользователей с лихвой. Матрица IPS обеспечивает как контрастность и сочную картинку, так и хорошие углы обзора. Дисплей обладает отличным запасом яркости, а также в настройках можно провести настройку тепловой характеристики. Стоит отметить, что во многих смартфонах на базе Mediatek встречается функция Clear Motion, однако реальные ее работы смог увидеть только на данном смартфоне. Программно идет дорисование видеопотока до 60 fps. В итоге картинка видеоплеера становится намного быстрее по ощущениям, хотя ускорение самого видео не происходит. Alcatel OneTouch Hero 2 отлично работает с операторами и их вышками четвертого поколения. Поддерживается стандарт LTE категории 4. Программную основу обеспечит Android 4.4.2 KitKat с фирменными наработками. В систему добавлены эффекты размытого стекла в строке нотификаций и быстрых настроек. Используется фирменный лаунчер, в котором добавили несколько новых виджетов, представляющих собой ярлыки программ. При свайпе по ним открывается небольшое окно с возможными действиями, управление музыкой, радио и так далее. А приложение фонарик полностью лишено интерфейса и при нажатии сразу же включается подсветка. Меню настроек из темного цвета перерисована в белые тона. Немаловажным дополнением стала функция Multi-Ocon, позволяющая держать на экране сразу два запущенных приложения. Список совместивого софта небольшой, но все основные моменты затронуты. Работа с видео, Twitter, браузер, YouTube. При включении режима весь список можно вызвать долгим удержанием кнопки назад. Окна можно менять местами, а также изменять их размер относительно друг друга. Работает это как в горизонтальном, так и в вертикальном режиме. Разблокировать аппарат можно двойным постукиванием, но на момент написания обзоров по неблорализованной блокировке в кармане по датчику приближения, поэтому смартфон нередко просыпается прямо в кармане. Из явных недостатков также стоит отметить не очень отзывчивый экран блокировки, из-за чего при работе одной рукой приходится несколько раз проводить экраном слева направо для перехода к основному экрану. За период тестирования я несколько раз получал инженерные апдейты по воздуху, которые здорово улучшили скорость работы. Если поначалу ее нельзя было даже назвать удовлетворительной, и, наконец, остались лишние большие мелкие подтормажения интерфейса. Ждать обновления до Android 5.0 в ближайшее время не стоит, так как данный момент напрямую завязан на Mediatek, которая не отличается большой спешкой в выпуске обновлений драйверов под свои чипы. В смартфон установлен большой набор дополнительных приложений. Помимо фирменного магазина изначально предустановлены сервис для щенек книг Коба, Pro-блокнот, приспособленный для ручного ввода со стилуса, калькулятор, воспринимающий формулы при ручном написании, Smart Suite для управления смартфоном с компьютера, Smart Care поддержка пользователя, триггер для автоматического изменения профилей, конвертер валют, файловый менеджер, предустановлен и антивирус AVG, точнее его демоверсия, сервис онлайн-радио Deezer, новостной агрегатор Flipboard, для работы с офисным пакетом предустановлен Kingsoft Office. И однако самым интересным можно назвать приложение Cross DJ Hero, для которого был создан отдельный чехол для Hero 2. Данное ПО предоставляет собой добротный диджей-пульт с возможностью плавного перевода песен, сэмплирования, добавления эффектов и так далее. Набор возможностей широкий, что не может не радовать. Странно, что из коробки нет программы для управления домашней техникой через ИК-переходник. Нужно искать аналог Play Market. Есть претензии и к части стандартного софта, дизайн которого не переписывался со времен Android 2.3. В Alcatel OneTouch Hero 2 используется 13-мегапиксельный модуль с сенсором Sony Exmor RS, оптической стабилизацией изображений и многослойной линзой. Приложение для работы с камерой сильно отличается от стандартного. Используется эффект стекла. Присутствуют все основные настройки, а также ряд режимов, самым интересным из которых является, конечно же, ручной. Выполнен он иначе, нежели в решениях от Vivo, Nokia и HTC. И на мой взгляд, не сильно удачно, так как в момент тонкой постройки не видны остальные параметры и приходится выполнять на одно нажатие дольше для возврата в выбор всех настроек. Имеется базовый набор управления. Экспозиция, выдержка, баланс белого, ISO и фокус. В окне предпросмотра отображается нефинальное качество картинки, так что после снимка всегда стоит пересматривать полученный результат. Само качество фото неплохое, особенно при ручных настройках. В дневное время картинка получается яркой и четкой. В темное же время суток при достаточном освещении вылазят шумы даже при минимальных ISO. Вспышка работает хорошо, освещая далеко вперед объекты съемки. Видеоперсится в максимальном качестве 1080p. Сидящего фокуса нет, работа оптической стабилизации очень слабая. Смартфон базируется на разогнанной версии восьмиядерного чипсета от Mediatek MT6592T, работающего на частоте 2 ГГц. Его дополняет 2 ГБ оперативной памяти DDR3 и 16 ГБ встроенной памяти, из которых пользователю изначально доступно порядка 10 ГБ. За графическую начинку отвечает четырехъядерный Mali 450 MP4. В играх и бенчмарках камень ведет себя достаточно некомфортно, а большинство игр идет на максимальной графике. Проблемы есть лишь с недостаточно оптимизированными игрушками. Так в GTA San Andreas текстуры традиционно для Mali идут в низком разрешении. Емкость батареи Alcatel OneTouch Hero 2 составляет 3100 мАч, что для 6-дюймового решения нельзя назвать впечатляющим показателем. Тем не менее, в реальной работе аккумулятор демонстрирует достойное время работы. 3,5 часа игры Walking Dead, 10 часов проигрывания Full HD видео и 5,5 часов просматривания YouTube. В целом заряда будет хватать на 1,5-2 дня умеренного использования, главное следить за активными подключениями. Alcatel OneTouch Hero 2 очень старается быть похожим наименитых конкурентов. Тут схожи визуальные черты и ряд трендовых возможностей. Однако в конечном проработке наш гость все же уступает. И уступает ровно на разницу в цене. Смартфон уже поступил в продажу и на данный момент доступен только в мегафоне по цене 16 990 рублей. Стоимость заметно отличается от озвученных в сентябре цифр ввиду изменения курса рубля. Но даже с учетом этого модель существенно дешевле других конкурентов. И если марка сконцентрируется на нивелировании ряда софтверных недостатков, то Hero 2 станет весьма удачной моделью, совмещая в себе большинство функций, которые предлагают современные смартфоны. Если нет, то Hero 2 станется просто хорошим фаблетом с неплохой камерой, достаточной производительностью и большим набором опциональных аксессуаров. Субтитры создавал DimaTorzok